Здравствуйте! С вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. На этой неделе нас ожидает очень жаркая погода, но есть и хорошие новости. Большинство рыболовных ограничений постепенно начинают сужаться. С 10 июня в большинстве областей Украины будет разрешена ловля от нерестившейся рыбы с лодки. На этой неделе мы с вами поговорим о ловле окуня, судака и щуки. Но обо всем по порядку. Погода на этой неделе будет исключительно теплая и солнечная. Температура воздуха днем поднимется до плюс 33 градусов, а ночью будет достигать плюс 20. Ветер будет преимущественно западный, а к концу недели сменится северным. Атмосферное давление опустится с 760 до 742 миллиметров штутного столба, что только благоприятно скажется на клеве рыбы. Поскольку погода уже стабилизировалась, перед выходом на рыбалку стоит заглянуть в лунный календарь рыболова. На этой неделе нас ожидает убывающая луна. Именно в это время наблюдается наилучший, самый активный клев. Однако следует помнить, что ваш улов в любом случае будет зависеть от ваших способностей, а также правильного выбора снасти и тактики. Стаи окуня после нереста распались на небольшие группы и рассеялись по всей площади водоемов. Эта наименее привередливая к приманке рыба в наибольших количествах собирается у ям и затонов. Крупные особи, как правило, держатся отдельно и несколько глубже. Полосатого хищника удобнее всего ловить с лодки отвесным блеснением. Приманку в виде небольшой серебристой блесны следует ввести вблизь дна на медленной скорости, слегка подергивая удилищем. Для этого вам понадобится упругое удилище длиной до 2,5 метров и леской толщиной не более 0,25 мм. Средняя масса пойманного окуня в этом месяце обычно не превышает 400 г. Окунь будет активно клевать на протяжении всего светового дня, однако лучше ранним утром или ближе к вечеру. Активность судака по сравнению с прошлым месяцем слегка приутихла. Теперь он выходит за пропитанием только в утренние и вечерние часы, а в пасмурные дни его можно ловить на протяжении всего светового дня. Искать эту рыбу стоит на коряжниках, глубоководных бровках, косах и перекатах. В середине дня судак обычно стоит на сильном течении, а по утрам и вечерам перемещается на травянистые плесы и зоны с обратным течением. Ловить его будет удобнее всего с лодки на джиг. Удилище для этого лучше взять покороче, дабы было где развернуться в лодке. Плетеная леска позволит куда лучше чувствовать поклевку судака. У этой рыбы очень жесткий и костлявый рот, поэтому строй удилища должен быть непременно быстрым. Это позволит сделать резкую и сильную подсечку, что просто необходимо для качественного зацепа. Щуку можно будет ловить как с лодки, так и с берега. Она довольно часто заплывает в прибрежные зоны с высокой водной растительностью, где охотится из засады на мелкую рыбу. Также ее можно обнаружить вблизи ям, тихих омутов, у опор мостов, рядом с природными родниками. Вкусы и внимательность щуки меняются каждый день. Она может клевать как на живца, так и на искусственные приманки в виде блесен или воблеров. Цвет приманки следует выбирать среди черного, красного и белого, дабы с гарантией привлечь внимание рыбы. Леску лучше взять плетеную, что повысит прочность и чувствительность снасти. Лучший способ ловли щуки в июне – спиннингом в проводку. Приманка ведется вдоль водной растительности, что временами крайне неудобно осуществлять с берега. Подведем итог. На этой неделе нас ожидает солнечная и очень жаркая погода, поэтому комфортным временем для рыбалки станут утренние и вечерние часы. С 10-го числа почти во всех областях Украины будет разрешена рыбалка с лодки на радость всем рыболовам. Окуня ищем рядом с ямами и свалами. Ловим на блесну среднего размера или пескаря. Для ловли судака нам понадобится джиговая снасть с удилищем быстрого строя для качественного зацепа. Ловим на живца, на уклейку или бычка. Щуку ловим вдоль береговой растительности – на воблеры, блесна или живца. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю!